Как я люблю повторять, есть правило моего любимого, можно сказать, политика, то есть прошлого столетия, победа не окончательна, поражение не фатально, решающую роль играет мужество продолжать, поэтому неважно сколько вы раз там попрыхнулись или что-то у вас там не получилось, главное вперед, я думаю, товарищи топ-лидеры Роман Ворода и Руслан Боднер меня поддержат в этой позиции. Нижний Новгород, вот вижу минус 13. Мы дадим людям немножечко времени собраться и просто выучим несколько таких для себя правил. У нас впереди старт очень крутого проекта, проекта, который стартует 15 числа, это через два дня, в понедельник, и к нему стоит как следует подготовиться. Могу вас полностью 100% уверить, что тот человек, который до конца разберется в маркетинге и поймет, какие перспективы сулит этот проект именно в первые дни старта, то 100% как бы это будет отрыв башки, вы поймете, что вы будете ночами не спать, да, чтобы успеть вот это вот окно возможности, залететь туда как можно быстрее, по самому лучшему курсу Роман, и чтобы там у вас было максимальное количество ячеек. То есть кто помнит запуск гильдий в проекте Golden Ratio, да, то есть когда мы бизнес Гамакер запускали, когда Кубера запускалась, то помните, как те люди, которые залетели в самом начале, да, то есть они не пропустили, не прозевали этот тренд, как бы, да, то есть залетели, и какие у них выплаты потом были, я думаю, видели, по чатам ходили скриншоты. То есть тут проект еще уникальнее, еще интереснее, и перспектива монеты данной, ну, волатильности, на мой взгляд, будет гораздо, гораздо веселее, да, и на этом есть объективные причины, сегодня мы об этом подробно поговорим, да, поэтому если еще есть какие-то партнеры ваши, которые не добежали до нашего вебинара, обязательно напишите им в личку, отправьте им ссылку и постучите, чтобы они к нам пришли, потому что до старта осталось вот, ну, вот завтра и все, как бы, да, воскресенье. То есть сегодня, завтра и в понедельник уже будет дан старт. Важно разобраться, понять, что конкретно может из этого получиться. Да, и если мы готовы, Ром, сколько там у нас уже людей? 252 человека у нас в зуме. Всех приветствую. Человека, да. Будем начинать, я думаю, да? Да, я думаю, можем начинать, в принципе, кто не успел, тот посмотрит в записи, наверное, да? Не успел, тот посмотрит в записи. Тогда под обрезочку я не буду делать стыковку, там вначале хорошая мотивация досмотреть этот вебинар до конца. Обязательно, если вы смотрите его в записи, обязательно досмотрите до конца. Сегодня у нас будет презентация. Давайте так, еще раз всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас командный брифинг на тему запуска нового проекта «Матрикс-120». И только тот человек, который не разберется и не осознает окно возможностей при старте, да, то есть он не качнет очень-очень много денег. Поэтому обязательно досмотрите этот вебинар до конца, особенно если вы его смотрите в записи. Сегодня мы раскроем вам несколько стратегий и огромное видение на то, что будет происходить, начиная с 15-го числа. Начнем мы с презентации маркетинга. Стартует у нас новый проект под названием «Матрица-120» и главной ее особенностью в позиционировании, которую вкладывает в нее Искандер Хасанов, основатель нашего сообщества, будет так. То есть он говорит, что мы сделаем самую позитивную матрицу «Эва», что означает «за всю историю». Потому что у этих проектов без названий, да, то есть есть проблема, когда там люди застают, они ничего не могут сделать. Они будто бы и не потеряли, но их волна энтузиазма как бы она сливается на нет. Здесь же ставится задача сделать такую матрицу, у которой будет только позитив. Потому что здесь даже продавая эту матрицу, вы можете сказать человеку «На, зайди, попробуй, я тебя переливом подкреплю, тебе одного человека только надо поставить, и ты уже улетел во второй стол». Либо же, если нет, то у тебя будет капать пассив, и ты можешь своими ячейками еще подталкивать себя. Это очень интересно, разберись. И с таким оффером очень легко обращаться к человеку, особенно если он работал в матричном маркетинге, и ему предлагают беспроигрышный вариант. То есть когда спонсор обещает тебе, что он тебе даст перелив, это буквально беспроигрышный вариант в буквальном смысле. Об этом вы поймете в процессе маркетинга. Хочу вам представить топ-лидера сообщества WebTokenProfit. Он очень здорово разобрался в этом маркетинге, знает его и влево, и вправо, раскладывал их доли поперек. И сейчас он поделится с вами этой ценной информацией. Зовут его Руслан Боднер. Я попрошу вас сейчас всех сосредоточиться максимально, потому что, повторюсь, тот из вас не поймет мотивацию, кто не разберется в маркетинге. Когда вы увидите сейчас перспективы, которые открываются в этом маркетинге, вы по-любому замотивируетесь, и вместе с нами будете качать этот проект верой и правдой, долго и нудно, я бы так и сказал. Потому что прибыль тут реально может быть очень крутая. Руслан Боднер, тебе слово, камера и планшет. Ух, класс. Николай, спасибо большое. Роман, благодарю. Итак, ребята, здравствуйте. Меня зовут Руслан Боднер. Являюсь топ-лидером платформы WebToken Profit. Сегодня мы с вами разберем маркетинг самой прекрасной матрицы, которая стартует 15 числа Matrix 120. Матрица, в которой заработают все, буквально 100% пользователей, которые придут к нам на платформу, которые зайдут в этот маркетинг, получат идеальную прибыль для того, чтобы быть финансово независимым, заряженными и привлечем буквально всех матричников со всего интернета к нам на платформу ВТП. Все гениальное просто. Вы знаете, есть у нас такая вот пословица. Эта пословица относится как раз-таки к этой матрице. И для того, чтобы продолжить данную презентацию, я включу демонстрацию экрана, доску. Я люблю показывать именно так, как это выглядит на самом деле. Я надеюсь, вы видите сейчас чистый лист бумаги. Итак, начинаем. В данной матрице, Matrix 120, данная матрица работает... Так, секундочку. Работает у нас на токене RIDO. Токен RIDO, кто-то просится постоянно Максим управлением вашим экраном. Да, он мне немножко мешает сейчас. А какой Максим? Как фамилия? iPhone Максим у него. Запрашивает дистанционное управление. У меня табличка на весь экран прям. Ее все видят эту табличку или нет? Рома? Нет, не видно табличку. Можешь рисовать. Хорошо. Пускай просится. Я уже удалил Максима. Так, и значит, данная матрица работает на токене RIDO. Токен RIDO можно приобрести на бирже CoinGalaxy, на нашей бирже, платформе WebTokenProfit. Значит, вы получаете реферальную ссылку от своего оплайна, проходите простую регистрацию, пополняете баланс с токеном RIDO и приобретаете бизнес-место в первом столе. Таких столов у нас будет в этой матрице всего-навсего три, второй и третий. Приобретаете бизнес-место в первом столе, и у вас открывается матрица трехместная, то есть под вами еще два места. Когда закрываются данные два места, соответственно, в ваше бизнес-место переходит во второй стол, где тоже трехместная матрица, которая заполняется переходами ваших партнеров ячеек, либо ваших ячеек с первого стола. Закрывается второй стол, переходит ваше бизнес-место в третий стол. В третьем столе у нас семиместная матрица. И когда вы закрываете третий стол, соответственно, ваше бизнес-место, которое прошло путь с первого стола до третьего, заканчивает свое путешествие по трем столам, и вы получаете. Получаете выплаты во втором столе 40 долларов, и в третьем столе 320 долларов, из которых реинвест автоматически 30 долларов, 290 получаете на руки. 290 долларов на руки, и ваша одна ячейка опять уходит в первый стол. То есть, вот это, по сути говоря, весь маркетинг. Но давайте сейчас обговорим, как же все-таки могут работать переливы, как могут работать собственные ячейки, купленные. Это очень важно, и у многих партнеров возникают такие вопросы. Чтобы разобрать данную ситуацию, мы будем вести разбор первого стола. Потому что первый стол является начинающим. То есть, вы начинаете с первого стола, это фундаментальный стол. Вот представьте себе, что вы... Потому что у многих лидеров наших есть уже отработанные стратегии в матрицах. Они ее пытаются применить в данную матрицу. И когда им говоришь, что вот, к примеру, ребята, вы приобрели ячейку, но у вас ваш аплайнер вверху, он же привлекает партнеров. И так как переливы в первом столе идут сверху вниз, вам в левую ножку, куда уходит перелив, прилетает перелив. Он говорит, как это так? Я же хочу тремя ячейками зайти, а мне тут перелив уже упал. Ничего страшного, этот перелив упал сверху и дал вам возможность поставить всего одного партнера, и ваша ячейка уже ушла во второй стол. Вы предпринимаете действия, сразу же приобретаете дополнительную ячейку. То есть, даете возможность своим партнерам дать место, куда припарковать свои ячейки. То есть, соответственно, ваши партнеры начинают работать опять под вашей ячейкой. Потому что вот этот перелив, который прилетел сверху, это не ваша ячейка, которая не придет к вам во второй стол. К вам во второй стол будут приходить партнеры по вашей реферальной иерархии. То есть, все партнеры, которые по рефералке находятся от вас и ниже. От вашего аплайнера будут прилетать вашим партнерам и так далее. То есть, переливы, запомните, первый стол сверху вниз по иерархии. К примеру, ваша ячейка перешла на второй стол. Соответственно, она ожидает кого? Она ожидает ваших партнеров, которые пришли по вашей реферальной ссылке. Значит, ваши два партнера, которые купили ячейки, переходят во второй стол. Вы уходите. Вас нет ни в первом столе, ни во втором. И следующие партнеры, которые приходят с первого стола, ищут вашу ячейку. Они не могут ее найти. И здесь включается перелив снизу вверх. То есть, как только ваш партнер, его ячейка, то есть бизнес-место, с первого стола переходит на второй, она ищет вашу ячейку, не находит ее. Она идет вверх к вашему апплайнеру и ищет его свободную ячейку, свободное место. Если она не находит выше вашего апплайнера, она идет еще выше. То есть, идут переливы снизу вверх. То же самое происходит на третьем столе. Будьте, вот именно вот это, обратите внимание, первый стол, переливы сверху вниз, второй и третий стол, переливы снизу вверх. Теперь давайте вторую часть маркетинга. Вторая часть маркетинга у нас для партнеров, которые не умеют приглашать, соответственно, может возникнуть такая ситуация. Партнер покупает бизнес-место, то есть ячейку в первом столе, ему прилетает либо перелив в левую ножку, либо он привлекает одного партнера, вот это неважно уже, либо перелив, либо один партнер. То есть, закрывается левая нога. А вправо и с этого момента, как вот это случилось, у нас открывается, у партнера, то есть открывается возможность депозита 30 долларов, которые он внес на покупку бизнес-места в первом столе. Вот при этой схеме, когда заполнена левая нога, открывается депозит 1% в день в течение 120 дней. Если в течение 120 дней ситуация не изменилась, данный партнер не купил ячейку за собственные средства, либо не привлек партнера в это место в правую ножку, ему за 120 дней начисляется 36 долларов. Данные 36 долларов он может вывести из системы, то есть не потерять свои деньги. Его бизнес-место, то есть его ячейку, забирает компанию в свой актив. Это вторая часть маркетинга, которая говорит о том, что любой пользователь, который придет в эту матрицу, не сможет никак потерять свои средства вообще. Это очень позитивный момент, который вы должны доносить всем партнерам. Активные пользователи часто спрашивают, как же нам входить в данную матрицу. Как же покупать ячейки? Сколько их покупать? Одну, три, пять, семь, десять. Потому как первый стол, ключевой стол, купить ячейку можно только в первом столе. Нельзя купить ячейки одновременно в первом, втором и третьем. Можно купить только в первом столе. Значит, стратегии разные. Давайте рассмотрим стратегию номер один, когда пользователь, неактивный пользователь, которому лидер может помочь, приобретает бизнес-место. Лидер делает ему перелив на левую ножку, то есть от лидера приходит партнер до верхнего. И он приглашает всего одного партнера. Всего одного партнера. Его ячейка, этого неактивного партнера, переходит во второй стол. Но у него есть один активный партнер, который активно закрывает свою одну ячейку, покупает еще одну ячейку. То есть, когда он закрыл, он приходит к нашему неактивному партнеру в левую ножку. Затем он покупает еще ячейку, закрывает ее, приходит к нашему неактивному партнеру во второй раз и помогает ему перейти в третий стол. Дальше этот активный партнер продолжает работать, закрывать ячейки в первом, втором столе и переходит постоянно к нашему неактивному партнеру, каждый раз заполняя слева направо ему и второй, и третий стол. То есть, пригласив всего одного активного партнера, с учетом заполнения ячеек слева направо, наш неактивный партнер, который не может больше пригласить, с одним активным закрывает и второй, и третий стол. Соответственно, получая прибыль, на втором столе 40 долларов, он может реинвестировать 30 долларов опять в первый стол. И со второго стола автоматический реинвест автоматом, опять же, реинвестирует ему еще одну ячейку в первый стол. Зайдя один раз на 30 долларов в первый стол матрицы, вы можете получить чистой прибыли 300 долларов и две ячейки в первом столе. Одна – ручным реинвестом со второго стола, вторая – автоматическим реинвестом с третьего стола. Сейчас я попрошу Николая. Да, супер, я хотел бы как раз попросить слово у тебя. Сейчас можно выключить демонстрацию экрана. Я думаю, я так поговорю с людьми. Пообщаемся. То есть, ребят, смотрите, я когда смотрел этот маркетинг, раз в 10, наверное, пересматривал видео, мне потихонечку оно заходило, 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 с первого раза точно въехать у меня не получилось. Не знаю, может быть, кто-то из вас сразу понял с первого раза, и все отлично. Но когда ты начинаешь рисовать сам на бумаге, вот то, что рассказывает Руслан, это очень легко представляется, как будто мы играем в игру какую-то, типа бильярда, например. И вот у нас, представьте, есть три стола, через которые нужно прострелить эти шары. Есть вот этих вот 10 шаров у нас. 10 шаров. И наша задача делать так, чтобы в первом столе у нас всегда был один минимум шар, активный, один минимум. То есть, за этим нужно следить. И исходя из этого, вытекают три стратегии, о которых мы сейчас с вами поговорим. Но прежде я хотел бы вам еще раз поставить акцент на том, что только что показал Руслан. То есть, зайдя на 30 долларов, на 30 долларов, и пригласив всего одного активного партнера, можно сделать 10 иксов только в количестве монет. То есть, с 30 долларов, это же эквивалент доллара, вот так это будет все в монете Ра, в 10 раз увеличить количество монет Ра. И за то время, пока вы будете двигаться в этой самой матрице, сама по себе монета Ра может вырасти на 50%, а может быть в 5 раз. Почему есть такая убежденность, что монета будет расти? Объясню. Потому что ее очень ограниченная эмиссия, ее сильно не хватает сейчас уже на рынке. И как только начнет активное движение в матрицах происходить, то ее каждый день будет нужно все больше и больше. То есть, таким образом матрица устроена, что она расширяется, и количество денег на вход будет постоянно больше и больше нужно. И то количество денег, которое выходить будет из матрицы, оно уже обусловлено вот этим вот нижним спросом. То есть, это не так, как в профитботе, что если никто ничего не делает, капает пассив, приходят монеты, которые можно продать, и курс тем самым снизится. Здесь такого не будет. То есть, чем больше, тем активнее мы работаем, тем сильнее и больше потребность в данной монете. Поэтому есть предпосылки, это не гарантия. Думаю, вы все здравомыслящие люди понимаете. То есть, есть предпосылки к тому, что здесь можно иксануть не только внутри самой матрицы, но еще на курсе монетера в процессе. Поэтому послушайте, пожалуйста, даже тем, кто не понял маркетинг, то есть просто запомните цифры. 10 иксов через эти три стола, их можно пройти всего с одним активным партнером. Если вы будете, например, газовать немножечко и подкидывать туда бильярдных шаров своих, то вы пройдете это быстрее. Но это уже исходя из стратегии. Сейчас я передаю слово снова Руслану, и он нам расскажет о трех стратегиях, над которыми мы думали для нашей команды, то есть для наших людей, в зависимости от их активной, гиперактивной либо пассивной позиции, а также от количества денег, которые готовы инвестировать в это. Прошу снова внимания. Руслан, тебе слово. Итак, мы сейчас разберем три стратегии, как же можно в данной матрице, как делать вход в данную матрицу. То есть, как я уже говорил, партнеры, неактивные партнеры, заходят на одну ячейку, и, соответственно, одной ячейкой, закрывая одну ячейку, в первом столе одним активным партнером переходит во второй, в третий стол, далее продолжают покупать ячейки в первом столе, в первом столе. Могут, значит, смотрите, когда у вас получился, к примеру, перелив, и вы пригласили одного активного, вы зашли во второй стол, ваш первый активный партнер активно, я уже показывал эту схему, отработал один раз на первом столе, зашел к вам во второй стол, активно отработал еще один раз на первом столе, второй раз заходит к вам, вы получаете 40 долларов. С этого момента вы можете 40 долларов, 30 долларов, опять же, реинвестировать в первый стол. Это первая стратегия, когда неактивный партнер заходит на первый стол с одной ячейкой. Вторая стратегия, активный партнер заходит треугольником, то есть регистрация проходит в одном кабинете, ребята. У нас нету много кабинетов, то есть мультиаккаунтность не нужна здесь абсолютно. Вы создаете одну учетную запись, у вас есть один кабинет, и в одном кабинете на первом столе вы можете купить до 10 активных ячейок. Что такое активная ячейка? Ячейка, когда она открыта, то есть при том, как ячейка закрывается, переходит на второй стол, к примеру, у вас 10 открытых ячейок на первом столе, одна закрылась, ушла, осталось 9, опять докупили десятую, понимаете, то есть вы постоянно можете держать в тонусе 10 ячейок первый стол. Итак, вторая стратегия, когда вы заходите, покупаете ячейку, еще докупаете две ячейки под своей ячейкой, и тогда передаете реферальную ссылку. То есть у вас есть 4 активных места на первом столе, и одно активное место на втором столе. Далее вы движетесь вот таким, то есть ваша команда движется вот таким же способом. То есть они заходят на первый стол с золотым треугольником, как говорят матричники, вот три ячейки, и тогда передают реферальную ссылку. Третья стратегия, это вторая стратегия, которая позволит двигаться намного быстрее. Третья стратегия, это для топ-лидеров, у которых большие команды. Очень большие команды, но ссылку нужно передать быстро, и команда должна быстро развивать. То есть ссылка будет передаваться сверху вниз, и топ-лидерам нужно быстрее передавать ссылку вниз своим партнерам для регистрации. Они также входят с золотым треугольником, передают реферальную ссылку, и сразу же начинают докупать ячейки. То есть постоянно докупать ячейки, которые будут ложиться, но это чисто теоретически, слева направо. Почему чисто теоретически? Потому что верхние оплайнеры, как я говорю, также будут покупать ячейки, и они будут залетать всегда переливом вниз. Вот представьте, что вот эта картина у нас на первом столе, куда залетают от верхнего оплайнера переливы? Залетают они в левую ногу. То есть если приходит первый перелив, он уходит в левую ножку, второй перелив в левую ножку, третий перелив в левую ножку, четвертый перелив в левую ножку. То есть переливы идут в левую ногу. Также личные партнеры уходят в левую ногу. Там, скажем, три обозначения. Перелив, своя купленная ячейка, личный партнер. Сюда только личный партнер и своя купленная ячейка. Вы должны это знать. И заполнение идет слева направо. Так вот, стратегия номер три для топовых лидеров. Купи три ячейки и передавай реферальную ссылку. Далее начинай закупать ячейки в первом столе. То есть весь баланс, который у тебя есть на счету, пропускай через ячейки, которые пройдут. Каждая пройдет через три стола. И в конце каждая даст тебе непосредственно результат. Как говорил Николай, десять иксов. То есть если вы пропустите сто райдов, вы получите на выходе тысячу райдов. Причем если рост курса дойдет до 30-40 долларов, вы получите не 10 иксов, вы получите и 30, и 40, и 50 иксов. То есть это очень важно. Ребята, на старте качественно стартануть. Вот качественный старт даст вам заработок. Значит, существуют такие вопросы. И вопросы многие понимают, что обозначает перелив сверху вниз, либо перелив снизу вверх. Многие недопонимают немножечко, как это происходит. Давайте разыграем картину. К примеру, Николай приобретает ячейку, приобретает вторую ячейку и приобретает третью ячейку. Эти три ячейки Николая. Допустим, что перелив от верхнего спонсора ему не пришел. Сейчас разобьем вот такую вот ситуацию. Николай пригласил Руслана. Вот. И Николай пригласил Романа. Вы видите, то есть ситуация следующая. Личные партнеры пришли с левой стороны на правую. То есть они заполнили два первых места во второй ячейке. Во втором столе уже это его второй стол. Первый. Вот первый стол. Вот он заполнил. Вот его первый стол. Вы будете видеть первый стол. Первый стол – короткая матрица. Три ячейки всего. Вот это второй стол Николая. Во втором столе у Николая, то есть с первого стола эта матричка ушла во второй стол. Вот она. Здесь у Николая два партнера. Личника. Николай приглашает, скажем так, третьего еще партнера, четвертого партнера. Буду цифрами писать, потому что имена, такое дело. Николай приглашает следующего партнера. Он падает Руслану в левую ногу. Это перелив. Николай приглашает следующего партнера. Он падает Роману в левую ногу. Это перелив. Николай приглашает следующего партнера. Он падает третьему партнеру в левую ногу. Это перелив. Четвертого Николая приглашает партнера. Он падает в левую ногу четвертому партнеру. Это перелив. Вот так работают переливы. Неважно, на каком уровне находится ваш партнер, где есть свободное место слева направо в левую ногу. Вот это называется перелив сверху. Эти переливы очень сильно будут перемешиваться, потому что Николай оплайнер Руслана и Романа. Соответственно, партнеры Руслана и Романа также смогут получать переливы от Николая, если не будет свободных мест у Руслана и Романа и их партнеров. То есть они будут падать сверху вниз всей иерархии, по которой Николай приглашал партнеров. Руслан и Роман – первая линия Николая. У Руслана и Романа есть партнеры – это вторая линия Николая. Если у первой линии Николая нет свободных мест, значит переливы Николая уйдут во второй уровень его реферальной структуры в левую ногу. Я надеюсь, вот это понятно. Теперь, это есть перелив на первом столе и только на первом. Второй стол. На втором столе у Николая есть четыре партнера, которые пришли. Руслан, Роман, там третий, четвертый партнер. Они позволили еще двум ячейкам, которые купил Николай на первом столе, прийти во второй стол. Соответственно, первая уходит в третий. И у Николая есть четыре свободных места на втором столе. Когда эти четыре свободных места заполняются, и Николай уходит, его две ячейки уходят в третий стол, не оставляя на втором столе вообще ни одного свободного места, Последующие партнеры из его иерархии приходят на второй стол искать пустое место Николая, но не находят его. Они уходят спонсору Николая вверх и ищут у спонсора Николая свободное место во втором столе. И так выше и выше и выше. То есть все партнеры снизу вверх будут искать свободные места у своих оплайнеров. Закрывая второй стол и закрывая такой же схемой третий стол. Вот эта стратегия, думаю, вам понятна. То есть есть три стратегии входа. Одна ячейка и один активный партнер. Три ячейки и передаете реферальную ссылку. Три ячейки, передаете реферальную ссылку и начинаете докупать ячейки до десяти активных на первом столе. Вот эти три стратегии входа можете использовать по своей возможности. То есть какая у вас возможность, соответственно, так вы и заходите в данную матрицу. Сейчас бы попросил опять Николая включить микрофончик и проиграть, может быть, еще какую-то ситуацию, которую я упустил. Так, ребята. Что нужно понять, как я уже говорил? Что тут важно понять? Для тех людей, у кого будет большая мотивация зарабатывать деньги, открываются большие возможности. То есть вот, Руслан, напиши, если не сложно, еще раз вот эти вот три стола и можешь нарисовать там десять таких кружочков сверху. То есть как вот, как заряд наших этих бильярдных шаров, как я говорил. То есть легче всего будет, ну вот я там за последние пять дней консультации по этому проекту сложил в голове такую метафору. То есть легче всего представить, как в эту игру играть. То есть нужно усвоить правила игры. Правила игры такие, что при активной работе, позитивной, да, то есть можно сделать x10 на каждую вложенную ячейку. Но это при том, что вы уверены, что у вас активная команда. То есть можно тогда газовать на полную мощность. Но когда вы, например, начинаете не очень активно, да, то вы уже будете разгонять данную тему, наблюдая переливы. То есть будет очень серьезный движ. Я предполагаю, что исходя из того маркетинга и того, как будут двигаться переливы, особенно будет серьезный движ у активных лидеров. Да, то есть я думаю, что у нас, у меня, в моей команде будет просто, ну, дождь такой, да, то есть снегопад. Потому что очень широкая первая линия, много заходит новых команд. И вот эта вот система переливов, мой оплайнер тоже, как бы, Виталий Селиверстов, да, то есть он тоже очень активный, у него очень широкая линия. И это может быть, ну, просто такой мгновенный попкорн. То, что я рассказывал раньше, да, на своих мероприятиях, в том, что в нашем MLM-бизнесе существует такой эффект попкорна, когда ты греешь, греешь, греешь какое-то количество партнеров. И приходит вот этот вот момент, когда кукуруза лопается, да, и у вас целая кастрюля ее становится. То же самое, как бы, может произойти и здесь. И, соответственно, задача и цель следующая, то есть особенно в первые дни, пока вы не приспособитесь, не поймете, как это работает, максимально выделить время, расчистить для того, чтобы следить за кабинетом. Естественно, что это можно сделать легко с телефона. И, возможно, мы еще увидим даже кабинет до старта, да. То есть у нас завтра, хочу сразу проанонсировать важное мероприятие, будет в 3 часа дня, будет командный брифинг с Искандером Хасановым вместе. Сразу пометьте себе, пожалуйста, в 3 часа дня, в воскресенье, в День влюбленных встречаемся и говорим полюбовно, что называется, о профите, о деньгах и, в частности, о матрице. То есть важно понять, зачем также этот проект создан вообще. То есть он является драйвером неким для нашего сообщества. Как вы знаете, Искандер не просто делает проекты, да, то есть они не простые, они уникальны, каждый из них особенный и чем-то интересным. И поверьте, вот в этот алгоритм заложена определенная геймификация. То есть я это почувствовал, вот когда начал разбираться с ними, я понял, как это будет азартно и интересно играть, да, то есть в эту игру, допуливая туда такие ячейки. И, конечно же, самый активный движ начнется после того, когда пойдут первые выплаты, когда начнут закрываться столы, да, и вы будете видеть вот эту вот движуху в чатах, будете видеть движуху у себя в кабинете. Тогда, конечно, будет гораздо легче приглашать. Сейчас, возможно, что-то сумбурно, что-то где-то непонятно, но, тем не менее, ребят, то есть до понедельника рекомендую купить немного монеты РА, да, потому что самые активные дни, самые активные дни, однозначно будут первые дни следующей недели, когда будет идти максимальный движ. Если вы в активной команде, сможете здорово поработать, вы сможете сделать очень хороший зател себе для того, чтобы дальше получать хороший профит. По поводу стратегий, здесь нет такой общекомандной стратегии, как вы поняли, да, потому что общекомандная стратегия может быть только тогда, когда, например, есть общая очередь, как это у нас уже реализовано в проекте Golden Radio. Но здесь каждый сам за себя играет, и нужно быть, ну, там, откровенными, честными прежде всего, да, то есть перед командой, перед аудиторией, что вы убираете стратегию, исходя из своих возможностей и своей активности. То есть если вам нужны иксы, и вы хотите хорошо газануть, это именно тот проект, который позволяет это сделать. То есть реферальная программа, скажем, профит-бота, она в корне отличается, она позволяет зарабатывать комиссионные от суммы депозита, то есть там гораздо больше суммы денег и гораздо меньше реферальная программа. Здесь же это иксы, реально, то есть это не то, что вы там в два раза увеличиваете, это 10 иксов, и каждый партнер ваш, он также получает в обойму 10 шариков, да, то есть 10 ячеек, до 10 ячеек он получает. Причем, еще раз, это же не просто 10 ячеек, это 10 ячеек в первом столе. Как только ячейка уходит во второй стол, у вас открывается вакантное место, вы можете докупать. А это означает, что каждый из ваших партнеров может еще и газовать, я это так называю, да, то есть в силу своей, в своих возможностей распущенности, да, то есть в своих амбиций и так далее. Поэтому предсказать будет очень сложно, но я точно знаю, что будет увлекательно, очень интересно, будет много неожиданных, скажем так, кейсов, неожиданных чеков у людей. Поэтому рекомендую замедлиться, да, сейчас вот вовлечься в этот проект, и просто матрица, это очень быстрый проект, да, и как раз вот в первые дни легче всего наделать результаты. Как я уже неоднократно говорил, то есть нашему мозгу можно легко намечтать там каких-то себе желаний, но поверить в то, что это реально, гораздо легче, если вы уже один раз это сделали. То есть если вы один раз это сделали, второй, третий раз уже не надо доказывать своему мозгу, что это возможно. А самая большая проблема при входе в бизнес – это сомнения, получится ли у меня, смогу ли я это сделать, получится ли у меня заработать, а не застрянут ли мои деньги и так далее. И здесь это вот механизм такого трамплина, он, на мой взгляд, очень круто реализован. Руслан, Рома, что можем добавить еще? Да, ребята, ну, хотелось бы добавить то, что на старте пользуйтесь, первое, пользуйтесь тем, что райду сейчас очень по хорошей цене можно купить. Приобретайте монету райду. Не забываем, что у нас райду сейчас работает на блокчейне трона. Это быстрые транзакции, хорошие маленькие комиссии, практически мизерные. Приобретаем райду, заводим на биржу CoinGalaxy, держим на счетах и затем дожидаемся ссылки своего планера. Получаем ссылочку, приобретаем ячейки в первом столе и передаем вниз по структуре. То есть максимально быстро запускаем структуру в работу. Отлично, отлично. Друзья, всем еще раз привет. Я думаю, что мы сейчас включим чат, чтобы вы, возможно, задали вопросы, получили ответы на эти вопросы. Смотрите, я думаю, что это очень крутой инструмент, максимально крутой инструмент для активных людей, для активных людей, которые занимаются MLM. Здесь деньги можно заработать. Если вы, конечно, настроены поактивничать, если вы настроены поработать активно, здесь деньги очень быстрые и очень много. И это, на самом деле, очень крутой инструмент для тех, кто хочет научиться приглашать, кто не умеет приглашать, но хочет этому научиться. Потому что вход всего, всего-навсего 30 баксов. Надо пригласить всего-навсего 2 человека. Всего-навсего, друзья, 2 на 30 баксов. Это вообще ни о чем. И даже с одним человеком, приглашенным, даже с одним приглашенным, вы также сможете зарабатывать. Потому что существует, скажем, система переливов от вышестоящих спонсоров, вышестоящих партнеров. Преимуществом есть то, что вы зарабатываете не в долларе. То есть, эквивалентно вроде бы в долларе, но вы получаете как бы выплаты в монете райду. И ра райду, их очень мало на рынке. Их очень мало, и они будут расти. То есть, этот токен, он будет расти с момента старта данного проекта матричного. Возможно, через день, через 2 дня, через 3 дня. Я думаю, что он начнет активно расти. Поэтому на это тоже обратите внимание. И такое хотелось бы сказать. Если вы не намерены никого приглашать, если вы не намерены, скажем, активничать, и рассчитываете только на пассив, на пассивный заработок, что прокатитесь, скажем, благодаря переливам и так далее, я думаю, что сюда тогда вам не стоит заходить вообще. Не рассчитывайте на то, что вы прокатитесь просто на пассиве. Но если вы хотите заработать, заработать быстро, заработать много, welcome. Welcome. Здесь вы научитесь приглашать, здесь вам помогут приглашать, здесь вам покажут стратегии, ну и так далее. Я думаю, что мы завтра однозначно в 15.00 по Москве, в 14.00 по Киеву, мы проведем командный грифинг с Искандаром Касановым перед стартом проекта. Старт у нас в понедельник. А в понедельник после старта, где-то через 2-3 часа, я думаю, это будет под вечер, мы с Николаем проведем тоже такой командный Zoom, командный вебинар, на котором мы, скажем, мы уже подготовили для вас план действий, то есть конкретный пошаг, это для активных партнеров, конкретный пошаговый план действий, откуда брать людей, где искать людей, где искать и что им говорить, именно тех людей, которые заинтересованы конкретно в матричном проекте, которые любят матрицы, которые ищут матрицы, которые матрищники, где их брать, что им говорить, как им предлагать, ну и так далее. В понедельник через 2-3 часа, как стартанем, я думаю, что мы проведем, не думаю, а мы проведем такой командный вебинар для партнеров нашей команды. И это для тех людей, которые намерены заработать быстро, много и в короткие сроки. Вот, я сейчас закончу, и тебе передам слово, Николай, да? Потом я видел в интернете, ну не в интернете, а в, как это называется, в телеграме группы, в которых предлагается входить по цепочке, друг по другу, друг по другу, и что-то там обещают, и так далее, и так далее. Вы, конечно же, можете это попробовать, вы можете так поучаствовать, по цепочке, по этим группам, и так далее. Но я хочу, чтобы вы понимали одну вещь. Это денег вам не даст. Это денег вам не даст, не принесет от слова совсем. От слова совсем. Здесь деньги немножко в другой стратегии. Да, переливы у вас будут. Я думаю, что переливы будут у всех партнеров нашей команды. Думаю, что каждый вышестоящий спонсор будет помогать своим нежестоящим партнерам, пригласить и так далее, и так далее. Но ни в коем случае мы с Николаем не будем делать цепочек, каких-то чатов друг по другу и так далее, потому что денег это не принесет никому. Вот я хочу, чтобы вы это понимали. Пробовать вы это можете, мы никого удерживать не собираемся, но вот что хотел сказать. Николай, тебе слово. Да, да, спасибо, Ром. Я как раз просто хотел добавить то, что это действительно для активных партнеров. То есть если вам больше нравится пассив, тогда вон ProfitBot, отличный инструмент, хорошо себя зарекомендовал, отлично. Там еще даже чуть-чуть есть промо-пакетов, которые можно успеть купить и просто понаблюдать, как в матрице будет движуха и потом проехаться на монете RAR. То есть просто вы будете получать пассивные начисления в ProfitBot. Здесь же проект для голодных. Вот мы с Ромой в мае были голодными. То есть мы пришли в криптоакселератор, и мы тогда просто вот начали фигачить, извините за мой французский, просто вот с утра до вечера. Зумы, зумы, встречи, встречи, чаты, переписки и так далее. То есть тут точно такая же история. Здесь очень крутое окно возможностей. Я бы даже сказал, крутее, чем в акселераторе, потому что там надо было долго ждать, пока этот акселератор вырастет. То есть он надо сначала зарабатывать, потом удерживать и ждать, пока он вырастет. А здесь вы можете быстро эти иксы получить. 10 иксов тут намного быстрее, чем в акселераторе можно получить. Матрицу прошел, вот эти вот три стола, все, 10 иксов. И плюс еще курс, например, подрослый, у тебя уже 30 иксов. То есть в акселераторе мы за все время там только 100 иксов получилось. А здесь можно в одной матрице 30. Но это же разве не рвет бошку? Просто подумайте. То есть я не могу просто посчитать, как это вообще возможно такое. То есть это просто капец. И движ однозначно будет в самой активной команде. Думаю, что у нас одна из самых активных команд вообще во всем сообществе WebToken Profit. Это по товарооборотам видно, то есть по количеству участников в нашей команде. Поэтому идите туда, там, где движ. Если вас зовут куда-то идти по списку, просто вами закроют своих людей. То есть лидеры своих же людей не будут. Типа там новички пришли, давайте мы под них встанем. Ну это же нелогично как бы. То есть вас просто на такую стратегию, типа эй, давай мы сейчас вас подопрем, а потом будете разочарованы. Но выбор ваш. То есть если вам там реально пообещали сладко, и вы верите, что вам там лучше, все, никто никого не держит. Предлагаю оставаться дальше осознанными участниками сообщества WebToken Profit, а не какой-то одной команды. То есть я всегда пропагандирую такое же себе видение, пропагандирую этическое движение, идем со своим спонсором без каких-либо перед подписаний и так далее. Что касается еще активной работы, Руслан вам показал стратегию, как можно выстрелить с одним партнером. Вот я просто жду, чтобы потом найти этого человека, кому это удастся, подписать просто одного лидера и просто показать вам, ребята, смотрите, смотрите, 30 долларов вложил, одного пригласил, и вот смотрите, у него новенький Bentley стоит. Вот реально, короче, вот хочется такого найти, честно. Вот я думаю, там через какое-то время мы по-любому такого человека поймаем где-то у себя в команде. Потому что матричники – это люди с большими структурами. То есть они ходят специально большими командами по таких проектах, у них там все просчитано, все распределено, и это прямо многотысячные структуры. Я помню, в предыдущем проекте у меня было 3,5 тысячи в команде, тоже в матричном проекте. Там до этого 2 900. То есть это как бы топ-лидеры с большими активными командами. Стоит вам от такого одного человека подписать, все, то есть как бы, ну, жизнь удалась, можно сказать. А потом, если вы настоящий лидер, и вы же не остановитесь, у вас уже будет кейс, вы можете показать, смотри, с одним человеком, что я сделал. И все, и у вас тогда линия первая будет расти, и будет еще как бы активнее движуха. Поэтому разбирайтесь, покупайте РА, заводите на биржу. Я думаю, с биржи будут там быстро уходить транзы. Их будут подтверждать, я думаю, с биржи максимально быстро. Там, правда, у нас есть подтверждение через e-mail, но это сильно не замедлит вашу участь. И также прошу очень внимательно отнестись к тому, что у нас есть два блокчейна. Есть блокчейн эфириума, есть блокчейн монеты Tron. Основной рабочий наш – это Tron. Поэтому всегда обращайте внимание, какой вы копируете. То есть на бирже есть два адреса. При выводе на биржу вы можете выбрать тот, который необходимо. Я, в принципе, просмотрел, там в ProfitBot тоже видно, пишется большими буквами о том, что это Tron20, а не ERC20. И надеюсь, что никто не ошибется. Будьте внимательны. Если у вас есть партнеры, которые, например, новички, скажите им об этом. То есть вот если есть люди, которые, например, раньше не сталкивались с криптой, побеспокойтесь о них. Поверьте, в MLM-бизнесе круче не туда, где там больше движуха, а круче, когда ты вызываешь ощущение благодарности. То есть люди идут. Когда они вам благодарны, будьте вкладом в людей, работайте на свою команду и помогайте людям. Вопрос. ProfitBot будут напрямую заходить или надо через биржу. Будут заходить. И с ProfitBot, естественно, будут заходить. Мультиаккаунт... Смотрите, лично я думаю, по поводу этого вопроса, я сегодня перевел с ProfitBot на биржу. Для чего я это сделал? Потому что я думаю, что с биржи будут быстрее подтверждаться выводы, чем с проектов. Я не знаю, как будет, но я перевел на биржу, чтобы с биржи сразу перевести на аккаунт. Николай? Да. По поводу лимита с ProfitBot, будто бы никаких нету лимитов на вывод. Вряд ли у вас там миллион ра в ProfitBot уже лежит, да? Что вам лимиты какие-то? Давай. Внутренний перевод. Ничего нам не известно про это. Завтра у нас будет брифинг с Искандером. Вот эти все вопросы такие технические. Вы можете их приготовить там и уточнить. Что еще хотелось бы добавить? Что еще хотелось бы добавить? Значит, ориентировочный старт у нас, я думаю, в середине дня будет, в понедельник. Какая комиссия вывода раз ProfitBot? Ребят, Ром, ты знаешь эту информацию? Я не обратил внимания на какая комиссия. Вывод минимальный с одного ра. Если там есть какая-то комиссия, то вам зайдите в ProfitBot и вам там напишется. Вы увидите, какая она. По поводу вход, сколько в ра, это зависит от курса, который будет на момент старта проекта. Вон пишут, что 3% комиссия. Но мне кажется, с биржи там поменьше. В общем, ребят, все эти цифры пишутся конкретно или на бирже, или в ProfitBot заходите, смотрите. Еще раз, первые две стратегии можно ли? Они очень простые. Смотрите, стратегия номер один, это ты просто заходишь, пополняешь кабинет, покупаешь ячейку и передаешь ссылку. Все, это стратегия номер один. И дальше уже смотрите, как будет двигаться ваша структура, как у вас там появятся монеты, чтобы завести, например, и так далее. Что касается второй стратегии, то она для более активных партнеров, у которых, например, есть 90 долларов на старт, не только 30, а 90, то есть на 3 ячейки, и у вас есть какое-то количество монет, и какое-то количество команды у вас есть. То есть вы знаете, что за вами пойдут активные люди. При этом вы можете покупать 3 ячейки и после этого передавать свою реферальную ссылку, потому что, возможно, ваш верхний спонсор вам даст перелив, и плюс еще ваши 2-3 человека залетят, они вам закроют вот эту ширину на 4 ножки под вашими двумя столами. Если же у вас команда нормальная, более 10 человек, например, в первой линии, и вы договорились с командой, что вы будете активно качать, тогда стратегия следующая. Чтобы не терять время, вы заходите, покупаете 3 ячейки, даете ссылку своей первой линии и сразу же докупаете ячейки там, например, до максимума. Или же покупаете, например, и смотрите, как у вас будет идти движуха. То есть, например, вы купили уже 3 ячейки, отдали ссылку, возвращаете, смотрите, а еще 3 уже закончились. То есть, уже осталось только одно место. Вы сразу же докупаете, например, еще 5 ячеек. 5 ячеек вам дают еще 5 бизнес-мест внизу. Вы смотрите, хоп, там перелив упал, бах-бах, 2, осталось 7. И уже дальше по активности вашей команды, активности вашей движухи, вы будете сами регулировать количество ячеек, которые вам нужно будет покупать. Но я думаю, что активным лидерам, вот, например, мне, Роме, Руслану, всем, кто будет активно с нами качать, там в первые сутки может быть даже будет не очень удобно спать. То есть, мы будем сидеть и смотреть, чтобы пихнуть эту ячейку. Потому что, смотрите, когда мы заходим, например, на 300 долларов, только чтобы у нас 10 ячеек, а у нас одна матрица проходит, и это снова 300 долларов. То есть, уже получается и актив, в котором можно играть, гораздо больше, аппетит больше, и движуха больше. То есть, можно очень неплохо разогнаться на этой теме. На самом деле, юбка не будет очень широкая вниз, потому что это все ячейки, они же переходят. То есть, она сразу бы как бы закрывается. Они переходят, переходят сразу в следующий стол, и вы уже под активные свои кабинеты доставляете, доставляете, помогаете людям переходить. Они же тоже переходят и закрывают ваш стол. Нет, на самом деле, юбка немножко будет, но смотрите, это ничего страшного, я вам объясню, почему. Вот представьте себе, что юбка расширилась, да, вот широкая внизу, и пришел активный партнер, у него есть задача в первом столе три места, он сделал и ушел во второй стол. Не важно, то есть, какая юбка будет, партнер на любой глубине сможет зайти, выполнить условия первого, второго, третьего стола и заработать деньги. Все, то есть, тут не нужно бояться этой юбки, абсолютно. Да, то есть, маркетинг устроен таким образом, чтобы активные партнеры зарабатывали, именно активные партнеры, то есть, чем активнее партнер, тем больше ты зарабатываешь, но также и устроена система переливов, которая мотивирует менее активных партнеров, тоже двигаться, потому что одного человека позвать гораздо проще, то есть, одного человека позвали, у вас появилась возможность, вы перешли во второй стол, закрылся второй стол, освободили 40 долларов, опять купили ячейку, опять упал перелив, опять кого-то позвали, опять, то есть, это такое постоянное движение, постоянная активная позиция. Матрица, она для этого собственно устроенная и хотел донести такую важную мысль о том, что с понедельника будет объявлена охота, как вот говорят на ведьм в фильме, то это у нас будет на топ-лидеров, на топ-лидеров и матричников. Реально будет охота на матричников, потому что предложение уникальное, очень интересное и матричники это такие люди, которые бегают стадом, реально такие как бегемотики, побежали туда, побежали туда и вам очень круто повезет просто поймать такого человека, а они, где они есть и как их ловить мы вам расскажем в понедельник, как уже проанонсировал Рома. Про мультиаккаунты вы уже спрашивали, здесь нет необходимости делать мультиаккаунт. Внутри одного кабинета организована возможность покупки до 10 ячеек, 10 кабинетов, это вот 10 кабин у вас уже, зачем больше? Если вам надо 20, может быть сделайте там еще один кабинет на мужа, но в этом нет смысла. Вы не сможете вести два кабинета, это не в одном кабинете тяжело вам будет успевать работать, а два кабинета это ну зачем? Если есть возможность, мультиячеек, не мультикабинет, а мультиячеек, их покупайте, много-много ячеек в первом столе, в одном кабинете, и будет вам счастье. Скажите, у кого в Golden Radio есть мультиаккаунт? Есть тут такие? Там нет смысла это делать, то есть как бы все так сделано, что в этом нет необходимости, поэтому там задают вопрос, можно ли будет с одного устройства регистрировать людей, я думаю, что можно будет. В начальном этапе наверняка будет еще возможность пополнения в долларах, как в ProfitBot, но это не точная информация, то есть это я просто предполагаю, мне никто об этом не говорил. Завтра будет Искандер, и он все расскажет. Сергей, по поводу сколько нужно человек, у каждого человека есть возможность купить до 10 ячеек, мы не можем знать, сколько он купит, но мы просчитывали, Руслан, сколько там, 30, кажется, ячеек должно пройти, да, полностью, чтобы закрылось? Да. 30, получается, ячеек, нужно, чтобы ваша... Плотное заполнение рядов, 30 ячеек, и ваша первая закрывает третий стол. Да, да, и это командная работа, хочу обратить внимание, то есть и у каждого участника команды есть возможность купить до 10 ячеек, то есть по сути, три человека могут закрыть стол, три человека могут полностью закрыть как бы вашу матрицу, но это в идеальных условиях, такого не будет, то есть у каждого из них еще будут люди, еще будет движуха, и я думаю, движуха будет активная. Так, ну что, будем завершать? Да, если подытожить, завтра у нас 15.00 зум с Искандаром Хасановым командой, правильно? Да. Да, завтра 15.00 этот, по Москве, 14.00 по Киеву. Следующий старт у нас понедельник, мы, как бы, времени точного пока нету, но предположительно 15.00. Я думаю, что ориентировочно 15.00, да, то есть ориентировочно 15.00, и потом мы брифинг проведем через пару часов после старта, я думал. Через 2-3 часа? Да. Да, Ром, смотри, у меня зарядка на следующий день будет во вторник как раз на эту тему, где брать людей. Давай проведем вместе зарядку лучше. В тот же день будет суета? Я думаю, что лучше в понедельник, не во вторник с утра. Ну, решим, окей. Давай, на понедельник в любом случае командный брифинг, а там будет видно. Да. Вот, и ну и последнее такое, еще раз повторюсь, если вы хотите на пассиве здесь прокатиться, ну, можете пробовать, но я рекомендую как бы включаться активно. Если все-таки, скажем, никого не будете приглашать, намеренно никому не расскажу, вот лучше зайдите в ProfitBot, возьмите себе сейчас пакет в райду, который по 1% в райду приносит, и будет вам такой гарантированный пассивный доход в растущем активе РА. Вы сейчас РА, там зарабатываете, вот услышьте, там вы сейчас РА зарабатываете по курсу 10 баксов. Пройдет какое-то время, вы увидите, какой курс, по какому курсу мы будем получать РА в ProfitBot. вот зарабатываете сейчас по 10 баксов. Так, ну, вроде бы все, вроде бы все обсудили, все донесли, да? Вопросов вижу, нету. Да, все, ребят, отдыхайте, высыпайтесь, пересмотрите еще этот брифинг записи, пересмотрите обязательно презентацию Искандера Хасанова, да, по этому проекту, приходите завтра на бриф в 15.00, и, как правильно ребята сказали в чате, всем Profit. Запись на YouTube свой можно залить? Да, можно залить, Владимир вот спрашивает. Большое спасибо тебе, Николай, за то, что поделился своим видением, огромнейшее спасибо Руслану, за то, что поделился стратегиями, донес до нас это все, потому что Руслан, это, наверное, один и единственный человек, который во всем сообществе полностью разобрался, как работает матрица, как вот это все дело устроено, и каким образом лучше всего действовать. Вот, так что, возможно, пересмотрите еще какие-то записи, где Руслан объяснял по поводу матрицы, по поводу этого всего дела, и включайтесь, с понедельника активно заработаете, заработаем все вместе, очень-очень много. Всем пока, и до завтра. Все, ребят, всем счастливо, всем Profit. Всем пока, удачи. С веком на век. С веком на век, пока. Теперь я вам спасибо.